здорово парни с вами андрей борода в сегодняшнем видеоролике я хочу рассказать о том как я сделать пересадку бороды и в общем поделиться своим опытом погнали первую очередь давайте наверное посмотрим что у меня растет сейчас и сейчас идет 16 день левая щека выглядит так шея это вся моя личная борода поэтому и вот здесь это же все что было до и это правая щека выглядит вот таким образом давайте перед тем как мы рассмотрим статор романовича сравним его результаты с моими поделюсь каким-то опытом я вначале расскажу что да как прям вот основу которую нужно всем знать то есть начинал я с миноксидила у миноксидила есть один очень важный момент он пробуждает те фолстные фолликулы которые у вас заложены то есть важная вещь первоочередная запомните чем больше у вас заложены волосных фолликул тем лучше у вас будет борода от использования миноксидил у меня вышла максимум моей генетической базы поэтому мне хотелось большего а большего сделать нельзя потому что миноксидил не рождает новых волосных фолликул он лишь заставляет расти те волосы и пробуждаться которые уже заложены генетикой вот то есть я промазал курс примерно сейчас вам скажу когда именно гущина перестала прибавляться именно плотность волос плотность волос у меня перестала прибавляться между полутора годами использования и двумя годами то есть вот что то вот так вот то есть я сидел на курсе плотненько год потом перешел один раз в день минокса и вот так вот еще два года до мазал до двух лет все и гущина у меня перестала приходить что стало дальше с моим бородой от двух лет до сегодняшнего дня я проходил также курсы минокса и чем у меня было с бородой она улучшалась но не в плане гущины а в плане только жесткости чтобы я не добавлял вот и давайте сразу развею ваши все мифы сомнений которые вы там сможет кто-нибудь супер эксперты которые там вчера начали миноксидил мазать или там полгода год мажете я вам сразу скажу за с 2017 года перепробовал все что можно все и об этом знаю реально все от l-карнитина или тортрата да я не знаю ретинола от ретинаина и вот этого все темы которые сульфотрансфераза повышает и так далее да то есть и ваши советы типа ну надо было пятнашку попробовать ребят все пробовал и могу сказать что вот давайте слушаем вот конкретно это видео то есть нужно было уже сделать скажем так смотрите давайте сначала посмотрим мы посмотрели мои результаты я чуть более подробно сейчас расскажу по дням что как было но мы сейчас рассмотрим романович пусть сравнивать мы будем с ним потому что первые хейтеры которыми стали говорить у тебя будет как у романович сегодня этот 16 день вы посмотрели левая щека правая щека как это выглядит и как это выглядит фронтально да давайте посмотрим как выглядит на 14 день у романович видим да ну прям очень очень нехорошо и вот левочка давайте сразу скажу почему так смотрите у него волосы на голове вот здесь они у него мягкие то есть структуру у всех волос разная вот у него не мягкие у меня жесткие это первый момент почему у него вот вот так вот вышло второй момент клиника клиника ему засадила волосные фолликулы очень высоко то есть когда чем выше вы берете контур тем меньше у вас будет плотность потому что в на большую площадь вам приходится натыкивать волосы а волос всего ограниченное число можно воткнуть там за 10-12 часов операции поэтому большая ошибка была что он высокую линию взял ему нужно было начать с низкой линии ну если он не не захотел проходить базу базу по наращиванию броды от миноксидила хотя бы два года бы посидел составил бы себе базу потом бы ладно добил бы себе такой бы контур но бог с ним то есть он сделал себе ошибку базу не набил и набил высокий контур соответственно плотность стала очень редкой плюс волосной фолликул сам очень тонкий у него поэтому вышло вот так вот не знаю почему в клинике ему об этом не посоветовали и но тут вообще все печально выглядит потому что форму в виде яиц я считаю не очень красивый 21 день то есть если на 14 день им было все плохо то на 21 день у него ничем не лучше тоже борода в принципе у нее не растет вот она у него вот такая вот стрёмная и всеми говорили тебя будет так же то есть меня пугали вот ребят если не разбираетесь желательно это в эту тему не уходить и вы спросите а почему же у тебя вот на 16 день лучше чем у него на какой там на 37 то есть у меня на 37 день выросла борода и длиннее и гуще и лучше чем у него потому что я уже со второго дня начал использовать миноксидил утром и вечером капексил через 20 минут после высыхания минокса и масло для того чтобы не обшло питание для волосных фолликул через 20 минут после высыхания капексил то есть миноксидил 20 прошло капексил 20 прошло масло вот такая комбинация у меня утром и вечером то же самое я делаю цинк и биотин еще пью биотин утром натощак цинк вечером то есть важно после пересадки броды не просто мне пересадили все я теперь просто буду с бородой нет важно за ней следить то есть так просто бороды не добиться ну и вот короче вот такая у него вышла борода за шесть месяцев все мой исход здесь вот уже чё не делай ему потом хейтер уже как он называет их хейтером мегать хейтера посоветовали мазать миноксидил и после миноксидила она еще более-менее сейчас вот нормально выглядит ну это вот эти волосы они у него структуре не должны быть на бороде потому что они мягкие все его результаты посмотрели давайте перейдем теперь к моим результатом что да как у меня давайте посмотрим здесь вместо отдельная папка смотрим первый первый самый день что как у меня было это за день до операции соответственно вот я просто сфоткал ту естественную бороду которыми удалось вырастить на миноксидиле так вот фронтально выглядит так вот подбородок у меня выглядел шеи левая щека в принципе как для естественной бороды нормально и от права то есть это все что мне удалось вырастить за за 5-6 лет периодических курсов миноксидил а если кто хочет узнать как у меня было до минокса да и соответственно до ну до персадки вот вы посмотрели как у меня сейчас было и как у меня было доме инокса а вот фотография начала то есть вот так у меня было до вот вот такие результаты через шесть месяцев курс у меня вот так вот стало вот в принципе волосных фолликул у меня больше уже потом и не стало то есть вот все волосные фолликул видите вот они они у меня через пять лет вот все они вот эти были вот эти вот эти просто они стали жестче шея сейчас у меня вот так же тоже заросшая вся только сейчас она уже в терминальных волосах то есть вот основная база вот что вас пробился из пушковых волос такой вас и будет дальше контур вы в дальнейшие там полгода год будешь только чисто жесткость добивать ну даже не не так скажу вот то, что у вас выросло за год-полтора курса, вот все, дальше вы будете столько жесткости добивать. То есть, если видите, вот волосная база, которая выросла, значит все, просто больше волосных фолликул у вас нет. Можете из моего опыта перенять мой опыт на свой опыт, просто если у вас такая же плохая генетика, как у меня, то есть вот такая вот редкая борода, то просто не парьтесь, пересаживайте и начинайте курс Минекса. Или начинайте курс Минекса до тех пор, пока не накопите на пересадку бороды, потом бахнули Минексы и все, у вас пойдет все нормально. Как-то так. Так, все, увидите, у меня была борода, какая выросла на Минексе и какая сейчас до пересадки бороды была. Вот, приезжаю я, в общем, в клинику, вот меня здесь начинают рисовать контур бороды. Кстати, почему-то качество такое беспонтовое. Не понимаю, почему. Вот, все, мне рисуют контур бороды. Блин, вот, кстати, что еще мне не понравилось, мне немножко некрасиво нарисовали контур, но это ладно, это как бы потом подшлифуем. Вот мне нравится, как вот это мужика сама выглядит борода. Вот такой же я контур у всех, честно говоря, хотел бы. Вот, все, мне вот так нарисовали контур, вот так вот мне сделали бороду, все, и, как говорится, пошла жара, все, вот так вот мне потом обрили, вот так вот выглядит моя щетина, соответственно, просто по триммер мне убрали, все, не задерживаю вас, все это я уже вот лежу на операции, вот так у меня куча точек, видите, понатыкали, в них волосы, потом тыкают, то есть вот, делают, смотрите, проколы, в эти проколы вставляют потом волосы, так вот. Просто кидают их, знаете, как морковку сеют, так вот и здесь, просто сначала сделали точки, а дальше уже туда кидают волосы, вот и все. Процедура нетрудная, если кто сейчас просит, а больно ли было или не больно, да слушайте, парни, ну, устаешь лежать, прям 10 часов просто шла операция, реально устаешь лежать и немножко затекает все, ну, в принципе, все терпимо, ради бороды, я думаю, можно потерпеть. Так, что есть еще из такого, из интересного, из видео, давайте посмотрим. Так, это мы посмотрели, а, кстати, это я приехал к своему подписчику, клиенту и просто другу, к мастеру Алексу, это он меня в Москве встретил, показал мне Москву, что-то как добираться. Вот, в общем, очень рад, что есть люди, которые могут встретить в другом городе. И вот, в общем, сразу после операции записывают это видео, смотрим, все здесь в крови, все красное, все отекшее такой был, вот. Прямо это сильно бояться не стоит, кого это может там остановить, это просто, ну, куча проколов сделали, из них, соответственно, льется кровь и просто, ну, вот, какое-то время, несколько часов после операции из них кровь льется. Поэтому ничего такого страшного в этом нету. То есть там это было несколько часов после операции, это следующий день после операции. Ну, это, грубо говоря, как первый или второй день, можно назвать его по-разному. Выглядит, как будто кожу, да, так просто вырезали. Это был второй день, сейчас вот третий день. Вот, третий день. По сути, вот в таком виде еще тоже на улицу нежелательно выходить. Потому что, видите, как она выглядит, все тоже в крови, она засохла. Вот, пятый день после перстатки бороды, вот так она выглядит. Вот на пятый день, в принципе, уже можно, ну, худо-бедно, но уже можно там было выходить. Я уже вышел в магазин, я уже там по улице ходил. Да, она выглядела, конечно, кринжово. Но за счет того, что я уже начал курс миноксидила, начал отращивать бороду, она немножко вот волосами покрылась, ну, и просто смотрелось, как будто у меня какая-то покрашенная борода. И все, вот. То есть, если кто спрашивает, сколько ждать после операции, ну, в принципе, на пятый день можете выйти уже на работу. Вот. Но лучше недельку пролежать. Дальше идем, смотрим. Вот. Это. Вот, это шестой день. И на шестой день она уже смотрится все, вот уже смотрится четко. То есть, в принципе, можно и на улицу выходить, и на работу, и куда вы хотите. То есть, я не стал ждать 10 дней, когда мне сказали, только через 10 дней можно смывать вот эту всю кровь. Я вот на шестой день, короче, полностью все отмылся, смылся. И плюс еще миноксидил, он обладает таким, как сказать, свойством, что он высушивает все, и оно как корка отваливается очень быстро. Я потом просто зубную щетку брал так, и все, и у меня все просто отвалилось очень быстро. И на шестой день, смотрите, как борода. Все, в принципе, она уже смотрится как борода, и видно, что уже и контуры, и все есть. Ну, прикольно, короче. Что правая, что левая щека, вот она, смотрите, как смотрится уже. То есть, уже презентабельно. И уже совсем другой вид, оттек, все сошло. Идем дальше. Вот, 10-й день после пересадки бороды. Смотрите, как она выглядит. Все, то есть, на 10-й день уже вообще прекрасно. Выходи, и уже даже никто не поймет, что тебе пересадили бороду. Вот я выходил, уже было непонятно, что мне пересадили бороду. Вот смотрите. То есть, я вот приближаю сейчас на камеру. В принципе, просто они смотрятся как волоски, да. Чуть там кожа отличается по цвету. И небольшое еще покраснение есть. Но вот на 10-й день она уже смотрится просто, смотрите. Просто волосинка к волосинке уже идет. То есть, совсем другой вид, уже другой контур. Да, она немножко кривовата, они мне сделали. Но это как бы хрен с ним. Мы мужики, нам вот этот прям вот ас. Чтоб все ровно было уже пофигу. Это, кстати, без вспышки. Она смотрится вот так вот. На 10-й день. То есть, вот видим, да, то есть, контур такой. Вот так она выглядит, борода. Просто, знаете, да, разницу. Если вы делаете со вспышкой, то у вас борода кажется лучше. Если вы убираете вспышку, то видны только терминальные волосы. Вот так вот и можно определить, стоит ли бросать курс минекса, да. Окончательно ли волосы окрепли или нет. Ну, плюс-минус, да, потому что у кого-то есть просто белые волосы. Они что терминальные белые, что пушковые белые. Вот. Но вообще, как бы, критерий такой. Включили камеру, сфоткали. Если борода плотная, то вот черная, да. Значит, все. Все волосы стали терминальными жесткими. Так. Ага. Ну, у меня еще что, хорошо. Донастская зона хорошая. И, то есть, волосы отсюда, они черные. А борода, как бы, рыжевато-черная такая. Коричневая, короче. Это 12-й день после пересадки. Смотрите, как выглядит. То есть, ну, тоже видно, что, да, есть еще покраснение. Но, в принципе, смотрится уже хорошо. То есть, она уже смотрится прям бородой. На 12-й день. То есть, по сути, сделали пересадку бороды, и на 12-й день я уже, как бы, ну, я уже щитинач. Если не бородач, то уже щитинач. Очень хороший. Вот. То есть, вид уже совсем другой. И сегодня, говорю, вот, ну, то ли пятый, то ли пятнадцатый, то ли шестнадцатый день. Говорю, смотря, как считать, с какой даты. Вот и все. И можно по фоточкам пробежаться, да, то есть, после операции сразу вот такие результаты. То есть, вот, да. Дальше. Тоже сразу после операции. Это на следующий день после операции. Вот так вот выглядело. Это что-то там порядка трех дней после операции. То есть, вот так вот выглядит кожа. Кринжово, как будто, говорю, вырезали ее. Ну, и вот долго тоже там ведь не будем. Вот это примерно какой... Какой тоже где-то там третий день после операции. Тоже примерно третий. То есть, видите, уже волосы начали сразу же мне, чуть ли не с первого дня расти. После пересадки. И вот так вот выглядит донорская зона. Это на... Какой? Это на второй день после операции. Вот, да-да. Это на второй день. То есть, я снял эту повязку, видите, все красное и сразу же сфоткал. А, сейчас, кстати, я вам тоже покажу, как донорская зона выглядит. Правда, мне там все побрели. Ну, давайте покажу. Стараюсь показать. Опа, как-то так, наверное. Ну, надеюсь, камера сфокусировалась, потому что отдельные фотографии я не делал. Вот. Все, парни. Давайте теперь, наверное, видео будем завершать. Что могу сказать от себя? Дальше будет продолжение. Буду снимать также на эту тематику видосы. Если кто хочет проконсультироваться, грамотно тоже себе пересадку бороды сделать, вот, обращайтесь ко мне. В принципе, подскажу, расскажу, где это можно сделать, в какую клинику обратиться. Кстати, здесь вот сзади контакты есть. Сами найдете, прекрасно. Можете мне написать. Свиду вас с тем врачом, с кем я сейчас на консультации нахожусь. В общем, краткий совет, краткий совет. Смотрите. Тут все пути сводятся только к одному. Только к миноксидилу, по сути. То есть, вы сделали пересадку бороды. Мажете миноксидилу. Не сделали пересадку. Мажете миноксидилу. Это вот, ну, я не знаю, как иначе. То есть, нельзя начинать пересадку бороды, не имея базы хорошей. Вот, пример, это Романович. Могу и других в интернете найти. Посмотрите, да? То есть, у вас будет борода просто беспонтовая. Также нельзя набивать слишком высокий контур, потому что площадь, на которую будут раскидывать волосы, она будет большая. И волос, соответственно, волосы нельзя будет очень плотно разместить. То есть, если вы хотите бороду, вот тоже мой совет такой, если вы хотите бороду, и у вас линия просто естественная бороды, она как бы, ну, есть, но она редкая. То по этой линии и нужно забивать, не нужно забивать выше той линии, которая у вас, соответственно, намечена вот вашей природой и вот тем, как вот у вас должна вырасти борода. Вот. Также, сделали пересадку бороды, это не значит, что вы все, вот просто открестились от этого дела и смело просто живете, она у вас сама вырастет. Нет, если вы, опять же, не сядете на полноценный курс минокса, это мое мнение, потому что я сам это все прохожу и вижу кучу результатов у кого как. Я вижу, если они не используют миноксидил после пересадки бороды, она у них просто вот, ну, вот такая вот становится. Ну, посмотрите, куча примеров. То есть, вот сейчас я вам показываю свою щетину, вот. Видим, да, то есть, она выглядит как борода, то есть, она жесткая, она растет сразу, то есть, не нужно ждать полгода, как Романоид ждал, да, и потом в итоге опять, пока ему минокс не посоветовал, она не стала расти. В принципе, вот и все, парни, больше нечего реально добавить. Вот. Всех рад видеть на своем YouTube-канале, есть какие-то вопросы, задавайте, звоните, пишите, контакты там будут внизу. Всем пока-пока.